До самого долгожданного праздника детей и взрослых Нового года остаются считанные дни. В преддверии самой волшебной ночи года наши корреспонденты провели собственное расследование по истории советских елочных игрушек. И выяснили, почему в 30-е годы на елке стали появляться хоккеисты и клоуны, в 50-е расти кукуруза, горох и огурцы. С подробностями Любовь Пермякова. Тема цирка тоже нашла свое отражение. Вы знаете, что Сталин очень любил цирк. Сталин любил не только цирк, но и хоккей. Поэтому во второй половине 30-х годов 20-го века часто встречаются елочные игрушки с этими сюжетами. На советской елке они соседствовали с новогодними шарами, на которых изображали портреты самих членов ЦК партии – Молотова, Сталина, Ленина. Трудно даже представить, какие последствия могли возникнуть для человека, если он разбивал игрушку с изображением Иосифа Виссарионовича. Хранительница фондов Ненецкого краеведческого музея Светлана Попова показывает нам сундучки с советскими сокровищами. Игрушки, как исторические артефакты, рассказывает нам о событиях прошлого века. Во время правления Никиты Сергеевича Хрущева у нас стали в стране повсеместно высаживать кукурузу. И вот после этого стали в елочных игрушках отображать вот такие вот початки, снапы, продукты, всевозможные продукты питания. В эпоху Хрущева на елках стали расти не только кукуруза, овощи и фрукты, но и сосульки. Они символизировали эпоху оттепели. Кстати, хрущевская кукуруза не прижилась на советской земле, но прочно осела на зеленой красавице. Она стала единственной игрушкой, которая непрерывно выпускалась на протяжении всех лет советской власти. Популярен в ту эпоху был и стеклянный космонавт. После первого полета человека в космос игрушечная промышленность тут же отреагировала на это событие. В производстве советских елочных игрушек началась космическая эра. На новогодних елках теперь вместо звезды красовалась взлетающая ракета. Но не только космические, но и культурные достижения влияли на имидж елки. Когда вышел фильм «Карнавальная ночь», где-то есть часики, то стали выпускать вот такие вот замечательные часики. После выхода в 1956 году фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» новогодняя игрушка-часы со стрелками висели практически на каждой новогодней елке страны. А позже, в 70-х годах, в наряде зеленых красавиц первостепенную роль стала играть рождественская и деревенская тематика. В 1980-е и 90-е лидерство захватили шары, колокольчики и домики. Именно в этот период игрушки стали особенно яркими и блестящими. В это же время стал очень популярен дождик из металлической фольги. Часто им так завешивали елку, что ни игрушек, ни зеленых иголок уже невозможно было разглядеть. Тематических игрушек стало заметно меньше. Они становились все более абстрактными, утратив свою былую теплоту. Теперь их не раскрашивали вручную, а выпускали массово в промышленных масштабах. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.